ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти 10 дней отдыха . твоя помощница единственная и неповторимая эти безумные глаза предлагающие идеи просто блинчики на завтрак каникулы это хорошо в плане выспаться никуда не спешить не торопиться с утра не суетиться но как-то детей развлекать нужно и погода говорят испортится достаточно сильно сегодня единственный день когда вот еще солнышко тепло поэтому решено поехать в музей музей железных дорог у нас есть классный очень упакованный очень интерактивный музей один из самых лучших наверное в россии так что едем вот мы и на месте это школьники бесплатно школьники по 100 рублей взрослые 300 или 200 полярина смотри нас сейчас вагон пустит стеклянный мост ну так конечно ходишь интересно здесь очень много школьников экскурсии проводятся то есть я уверена что в каком-нибудь классе сто процентов у меня дети сюда поедут именно с экскурсией а так мы вот без экскурсии но просто очень все вторая часть экспозиции еще больше чем 1 конечно такие лабиринты лабиринты Ну, тут много всего. Детям вроде нравится. Конечно, без экскурсии не так познавательно, что ли. Ну, как-нибудь, я думаю, разберемся. Вот мы сейчас проходим по верху, сверху на все смотрим. Очень интересно. Масштабы, конечно, поражают. Стандартный стакан. А может, он не пить? Не знаю. Да. Да? Что-то так есть захотелось. По-моему, это круто. Чего там с экраном? Это первая скорая помощь. Зашли внутрь вагона. Ой, испугалась я тоже, если честно. Да-да-да. А здесь не пригласили. Там еще кто-то лежит? Сидит. Сидит. Супустим, простит. Угу. Пока. Вот так вот. Прикольно. Допустим, мы оказались под поездом. Мне тут не нравится. Уличная экспозиция. Детям здесь раздолье могут побегать, поиграть. Тут не так много, конечно, поездов. И погодка что-то испортилась. Но все равно есть что посмотреть. Билеты в музей выглядят симпатично. В целом, понравилось. Прикольно. Мальчишкам, наверное, больше понравится. Хотя и активным девчонкам тоже. Ну и желательно, конечно, брать экскурсии. Так что, будем иметь в виду этот музей в дальнейшем. Приехали мы к ребятам. Что-то погода испортилась. Настроение тоже нехорошее. Мы к ним ездим. Как на работу мы к ним. Каждые выходные. На прошлых выходных приезжали на день рождения. Но я ничего не снимала. Ну вот сейчас. Балтика нулевочка. Чипсики. Пашево жара. Очень даже весело. У ребят тут новый диван классный. Это диван.ру. Специально для Ербиса застелили. Чтобы он тут ничего не попортил. Привет, Макс. Привет. Ну, как-то так. У меня три квадратчика. Да ты кто? Я хочу от диван фейпа подарил. Кто-то там увидел. Ну, вот тут, короче, такие небольшие перестановочки. Неплохо? Калфи. О! Аня сушит сухари. А ты сухари сушишь, чтобы под матрас подложить? Времена такие на столе или что? В духовку. Смотрю, там сухари в духовке. Господи. О, боль. Маоли, знаешь, я просто уточнила. А то готовишься. Ханечка, как обычно, не отходит от кухни. Что-то готовит. Это вот пицца. Сапога на запусть. Еще лазанье. Еще и лазанье будет. Как Аня не старалась защитить свой новый, абсолютно чистый диван от нашего пса, пёс все равно нашел выход. Да? Кажется, я буду должна химчистку. Ну, или что-то в этом роде. Сап, новочка у тебя диван. Под цвет ирбиса надо было покупать диван. Как все предусмотрительно должно было быть. Аня, тут новая скатерочка. А где ты заказывала? На зону, конечно. А зону? Она такая, ну, наполовину, что ли, прорезиненная. Ой, машину же опять от снега убирать. Е-мое. Слушай, да, это, конечно, проблема. Сейчас посмотрим. И Аня еще заказала себе, не знаю, насмотревшись на нас, хлебопечку за 5 тысяч. Ну, ты не мечтала. Ну, как ты вот начала хлеб печь, и все. Надо. За 5 тысяч рвала вам видео. Классно. Я сейчас смотрю, и, ну, минималка это 7 тысяч. Кошмар, цены выросли. А хлебопечку, насколько я поняла, нужно покупать, ну, такую, самую простую, потому что, в целом, все остальные фишки, если ими не пользуешься, и не планируешь пользоваться, они не нужны. Ну, в общем, не знаю, думаю еще. С другой стороны, у нас же есть, у нас появилась теперь для острова печка, нам тут отдали бесплатно. Я прям, я еще не показывала ее, но у нас, короче, будет такая небольшая духовочка теперь на острове. Ну, вот как раз Миша подрастет такой, уцепится за скатерку и потащил. Подрастать не надо, в принципе, уже готов, да? Проснулись в 7 утра, первое, что попросила Зоя, мама, дай мне мое платье. С туфлями. С туфлями. Пошла переоделась, с утра принцессная такая. Солнце светит. Кайф. Тетра, тебе наоборот еще больше. Какой прекрасный утренний калкаут. Взрослые кофе пьют, это солнце шлюится. Ну, папа, как там? Вот не верится, вчера такая метель была, а синий солнце шлюится. Вот почему я десертки схватаю зубами. Я еще хочу, мам, что я еще хочу. Чувствую себя на всмотрщику. Мама! Книжку взяла? Хочу, чтобы Мирка читала. Молодец, молодец. Детишки у нас пошли гулять. На Мело, конечно, вчера. Достаточно. Дом, милый дом. Я тут тесто вставлю. У меня есть ржаная мука. Купила буквально недавно. Вот такая смокат. И буду пробовать печь 50 на 50 с пшеничной и ржаной мукой. Уже тесто замесила. Куда семечек добавила, специи всяких разных. Ну, конечно, не на закуски, а просто на дрожжах. И вот тут вот у меня уже еще и булка готовится. Уже буду готовить себе. Два хлебочка. У нас тут первая часть готова. Булочка. Как обычно, я не успеваю ее снимать. Такая мягонькая получилась. И сейчас хлеб отдельно поставила. Подошел Саша. От булки осталось половина. Нет, ну если отрезать вот такими, конечно, кусками. Что ты пристал? От булки вообще ничего никогда не остань. Ну, пики не вкусные тогда. И есть никто не будет. Ну, вы же довольны. Добавки? Можно. А вот и хлеб. Такой вот вышел. В стеклянной форме его готовила. Надо сейчас разрезать, посмотреть, что получается вообще. Как он вкусный, невкусный. Не особо я старалась его формовать. Дор. Не прилип он к стеклу? Нет. Семечками и кориандром. Ну, на вкус не чадок, кстати, получилось. Сейчас. Как раз у меня тут есть паштет из говядины. Из говяжьей печенки. Надо срочно ее доесть. Ну, а вообще булки мне есть. Пора переставать. А то, что я так смотрю на видео, когда вот снизу себе снимаю и контролирую. Второй подбородок такой. Протоп-пот, здравствуйте. И это же впереди, да? Да, ел моя, ну как мне разговаривать-то? Ну и последнее, что хочется сегодня, наверное, сделать дома, помимо булка печенья и подбородка ращения, это плафоны. Пришла такая гениальная, короче, мысль, что это же можно все помыть в посудомойке. Поэтому... Тебе или кому? Ну, посудомойка это все помоет, Саша снимет. Тебе или кому? Да в комментариях мне там, кстати, подкинули, по-моему. Вот-вот. Выдаю в чужую идею за свои. Ну, так получается. Это все лампочки надо снять. А, и все равно люстру придется мыть там сверху тоже накинуть. Да. Ну, самое страшное это в детской, потому что в детской, в отличие от нашей люстры, я ее ни разу не мыла. Ну, с момента появления птиц. Она что-то регулярно протирала, потому что меня подбешивала. А тут что-то пошло не так. Ой, слушай, как все сложно это снимается. Кошмар. Ну, так, сейчас помоем их, и прекрасно. Вообще уже, да, несмотря на погоду, сегодня, конечно, солнышко, я сегодня хочу еще и шторы какие-то снять, начать перестирывать потихоньку. Ну, и к окнам надо будет тоже приступить. Когда потеплеет на улице. Это что, падает копейки? А, поэтому ты рот держишь на замке. Да. Молодец. Правильно. И не дыши. Активно ноздрями. Ты можешь складывай? Да, сейчас сложим. У нас там куча каши. Да, сейчас папа снимет и у вас плафоны. Я сейчас люстру от пыли протерла. Пока так. Деньги. Они такие пугающие. Ой, какая там глядь. Да, очень. Лизнющая. Птички. Вы что, надо мной смеетесь? Только что. Вообще мы смеемся, да, над тобой, потому что ты очень смешно говоришь слово птички. Птички. Птички, хватит летать. Можешь не пугайтесь, папа. Папа просто моет люстру. Не пугайтесь, птички. Разлетались. Не пугайтесь. Вы что, меня не слышите? Вы что, глушие? Ну, здесь дело за малым. Я сейчас смахну все, что смахивается, и аккуратненько помоется это все в посудомоечке очень быстро. Там же и высушится. Ну, и вместе с плафонами я сейчас по квартире пособираю все то, что, ну, обычно как-то отдельно моется. Типа вот этих решеток, вот этими щетками. Губками, кстати, давно уже не пользуюсь. Пользуюсь в основном щетками. Вот именно ради того, что их можно мыть в посудомойке. И, ну, я обычно их там раз в два дня мою, либо как-то по вечерам закладываю. Ну, как-то загрузка у меня не особо большая получилась. Сейчас я буду думать, что бы еще такого запихнуть сюда. А то здесь две щетки, фильтр, плафон, да и вот это вот. И все. Что еще сюда можно запихнуть? Какофонические мойки. Ну, бывает. Ладно, она будет полупустая. Решила еще плиту заодно помыть. Раз золушка вселилась, можно начинать. Ну, и пока у меня тут в посудомойке все моется. И решетки от плиты, и уловители от вытяжки, я подумала о том, что хороший повод помыть фартук. Я вот здесь самое такое грязное, опасное место уже начала. Ну, решила на этом не останавливаться. Классно, конечно, когда плитка такая симпатичная, но за счет того, что она вся из себя ребристая, мыть ее сложно. Я обычно, ну, получается, вот так вот жироудалителем каким-нибудь пшикаю, жду минут 10, потом, значит, беру железную губку и яростно тру. С искренней надеждой, что глазурь, какая здесь есть, она не сотрется сильно. Ну, по-другому никак. Сейчас здесь, наверное, все пожелтеет. Такой вид до, и потом проявится жирочек. Вид после. Вот, да, буквально несколько секунд уже здесь начинают проявляться жириночки. Вот они. Так-то они прозрачные, не видные. Вот в этом плане, конечно, плитка очень удачная. На ней, ну, пока не попшикаешь, не увидишь. Даже вблизи начинает капать. Все чистенько, все замечательно. Единственное, что я попросила Сашу розетки снять, потому что мне внутри этих розеток вообще никак не помыть. То есть их надо открутить, и тогда я их смогу тоже там с помощью какого-нибудь шумонита прочистить. И тем временем у меня здесь все уже помылось. Идеальные плафоны, что и нужно было. Ну, в общем, все, жизнь прекрасна. А с чугуниной, вот с этой, она как бы ее моет, но все равно потом приходится щеткой дорабатывать. Здесь все в таком налете остается. То есть до идеала посудомойка не помогает отмыть, но, по крайней мере, она помогает размягчить всю грязь. Поэтому сейчас отдельно тоже дополнительно буду мыть. Вот такая вот у нас весна. Ну, вон такая разница очевидная. Чистая розетка, помытая и запшиканная средством. Ужас! Ну, вот и все. Теперь я довольная, как слон. Можно, наверное, с уборками на сегодня и заканчивать отдыхать. Девочка, а что вы делаете? Точите медь. Зачем вы точите медь? Чтобы Зоя стала защитницей нашей дочкой. Камнями точат медь. Нормальная. Это моя коллега. Девочка, а чем надо точить медь? Это у папы вы должны спросить. Конечно, камнями. Камни сильнее, чем медь. Раунд. Камни... ...